Улица Новикова и Крестовского. Именно тут расположен участок дороги Севастополин-Керман. Уже в начале марта здесь начались ремонтные работы. 9 километров дорожного полотна за три месяца до 31 мая должны привести в порядок сотрудники Севастопольского автодора. Были выполнены работы по фрезерованию изношенных слоев асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего и верхнего слоев покрытия. В рамках реализации национального проекта, конечно же, при выполнении работ по ремонту предусмотрены работы по повышению уровня безопасности дорожного движения. Будут выполнены работы по обустройству новых технических средств организации дорожного движения. При необходимости будут установлены дополнительные пешеходные ограждения и обустроены пешеходные переходы. Уже за несколько недель заменили асфальт на участке протяженностью в полтора километра. На каждом этапе после завершения основных работ к процессу подключается бригада дорожной лаборатории. Для того, чтобы понять, насколько качественно выполнены работы специалистами Севавтодора на каждом участке дороги протяженностью 2000 квадратных метров отбираются специальные пробы. С помощью этого устройства выпиливаются три таких керна. После их отправляют в лабораторию для дальнейших испытаний. По итогу можно узнать, насколько качественно уложен новый асфальт и какой у него коэффициент уплотнения и водонасыщения. Этот объект – один из первых, где начались работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Именно он обеспечивает бесперебойное движение транспорта во время реконструкции Ялтинского кольца при строительстве восьмого этапа трассы Таврида. Поэтому так важно сделать этот участок не только качественным, но и безопасным. «Безопасность на уличной дорожной сети – это один из ключевых показателей национального проекта. И, на мой взгляд, он самый важный, самый, пожалуй, труднодостижимый. Потому что неразрывно связано повышение качества дорог с увеличением скоростного режима. И те мероприятия, которые запланированы в том числе и в рамках проекта, а это строительство до 2024 года девяти внеуличных пешеходов и увеличение тех самых камер фото-видеофиксации – эта работа продолжается». За безопасность на дорогах выступают и жители Балаклавы, глядя на ремонтные работы на пресечении улиц Ракетный и Комунаров. Это еще один этап реализации национального проекта. Местные жители признаются – ремонту рады, но переживают, не станут ли водители лихачить на отремонтированной дороге. «Здесь школа находится, детские садики, тут недалеко и дети постоянно, детская площадка, обязательно нужно дорогу ремонтировать. Для пешеходов, ну тут, может быть, сделать переходы, обозначить, можно даже светофор поставить». «Безопасность однозначно, зебры, тут дети, конечно, тут все это надо учитывать». Этот участок дороги также входит в схему объезда Ялтинского кольца. Для комфортного и безаварийного движения тут заменят верхний слой асфальта, бортовой камень и восстановят тротуар. А для безопасности пешеходов в период реконструкции Ялтинского кольца на время изменит расположение пешеходных переходов. «Если в дальнейшем такая схема будет устраивать местных жителей, то мы, может быть, ее и оставим, и после реконструкции Ялтинского кольца». «Я лично встречался с общественными здесь активистами в Балаклаве, с общественными движениями, представителями, которые именно указали те маршруты, где наибольший транзит пешеходов, и в какое время суток происходит, и опять же, каких пешеходов. Учитывая, в первую очередь, это дети, это инвалиды, где больше именно этих групп населения у нас пересекает, там мы будем располагать пешеходные переходы». До 2024 года Севастополю, как и другим 83 регионам, где будет реализован проект, необходимо достичь улучшений нескольких показателей, привести в нормальное состояние максимальное количество дорог и добиться снижения смертности в результате ДТП. «Было подписано соглашение со стороны Росавтодора. По этому соглашению мы получаем определенную сумму денег, 827 миллионов рублей, и обязуемся выполнить определенные виды работы. В этом году это 80 дорог с текущего ремонта. Кроме этого, кроме нацпроекта, у нас в программе 19 дорог капитального ремонта, ну и огромные работы по содержанию». По словам Владимира Базарова, перечень объектов, которые должны быть готовы к концу года, во многом составлен благодаря обращениям жителей города. Таким образом, до 2020-го планируют привести в порядок около 77 километров автомобильных дорог Севастополя. Алевтина Игнатьева, Андрей Вовк, Новости Икс ТВ.